Повышение тарифов 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 у нас за 2022 год, на сегодняшний день Минэкономразвитие говорит об уровне 12,5%. Мы понимаем, что индексация тарифов произошла с 1 декабря 2022 года, то есть как раз сейчас люди начинают получать первые платежки с новыми тарифами, и, соответственно, нужно понимать о том, что тарифы останутся без изменений на протяжении всего 2023 года. То есть привычной индексации с 1 июля у нас в этом году не будет. Индексация прошла с 1 декабря 2022 года. Ну, если говорить приблизительно о росте, сколько это будет в рублях, то примерно однокомнатная квартира с одним проживающим это приблизительно около 300 рублей. Это с учетом услуг по теплоснабжению. Если в разрезе различных услуг, то, например, водоснабжение с человека в месяц подорожает у нас на 10 рублей, водоотведение на 16 рублей, газ на 6 рублей, электроэнергия, я говорю сейчас о самом дорогом тарифе, на электроэнергии с газовой плитой, это 36 рублей с человека в месяц, и твердые коммунальные отходы 8 рублей с человека. Это вот тот рост, который у нас уже совершился с 1 декабря. Чем он обусловлен? Я уже сказал, это довольно-таки высокая инфляция, это ростом существенным на энергоносители. Мы понимаем, что рост цен на газ приводит, соответственно, к росту цен на электроэнергию, к росту цен на теплоснабжение, поскольку в Соваку, ну и также уже опосредованно эта электроэнергия влияет на рост цен на водоснабжение, поскольку в структуре тарифов теплоснабжение газа занимает порядка 60-70% в некоторых котельных, в услугах водоснабжения у нас электроэнергия занимает также порядка где-то 60-70% в некоторых муниципальных образованиях, это достигает и 80%, довольно высокий износ инфраструктуры, который необходимо ремонтировать, поддерживать в текущем состоянии. У нас в том числе реализуется ряд инвестиционных проектов, которые реализовываются на территории города Ульяновска, на территории города Димитровграда и других муниципальных образований. Но, наверное, коллега об инвестиционных программах лучше расскажет. Добрый день. Хотелось бы отметить, что в первую очередь жителям нужно не только смотреть на рост тарифов, но и обращать внимание на энергопотребление, на те ресурсы, которые собственники помещения используют. В первую очередь это система теплоснабжения. Мы должны, еще раз повторюсь, эффективно использовать то тепло, которое приходит в наши дома и ни в коем случае не топить улицы. Также одним из наиболее эффективных решений в многоквартирных домах является установка системы погодного регулирования. Данная система позволяет избегать перетопов в квартирах, тем самым экономия ресурсов и, соответственно, снижая размер оплаты за поставку энергетических ресурсов, то есть тепла непосредственно. То есть рациональное и эффективное использование в первую очередь сокращает затраты на оплату тех или иных ресурсов. Второе, что хочется отметить, что собственники помещений должны учитывать и те погодные условия, в которых мы на сегодняшний день с вами находимся. Если у нас с вами до Нового года было очень даже тепло, то январь задал нам морозы. То есть здесь не только увеличение оплаты за коммунальные ресурсы связано с ростом тарифов, но также с изменением погодных условий. Это тоже, как бы, на это необходимо обращать внимание. И собственникам помещений это учитывать при оплате коммунальных ресурсов. Ну, еще, наверное, бы хотелось бы отметить все-таки на одной важной вещи о том, что у нас в любом случае любое потребление коммунальных услуг, но плата за коммунальные услуги, оно подразумевает еще, стоит не забывать о субсидиях, которые выплачиваются гражданам. Это первое, это если совокупный платеж гражданина за коммунальные услуги превышает 22% от общего дохода семьи. И есть еще масса других категорий у нас, кто получает соответствующие субсидии, необходимо обращаться в социальную поддержку для того, чтобы получать данные субсидии. Также еще хочется отметить, что собственники помещений в первую очередь должны использовать такие средства экономии, которые позволяют сократить расходы. Абсолютно банально, да, когда собственник помещения идет оплачивать или иные коммунальные услуги, либо ресурсы, он уплачивает пение, точнее даже не пение, а процент за перечисление тому или иному поставщику коммунальных услуг, он на сегодняшний день составляет от 1 до 2%. То есть, если рост тарифа произошел в размере от 7 до 9%, то собственники помещений, вполне скажем так, ничего не делая, могут сократить 2% своих расходов. Каким образом можно сэкономить? В первую очередь, у каждой ресурсоснабжающей организации имеются личные кабинеты. Собственникам помещения нужно зарегистрироваться в личных кабинетах и производить оплату ресурсов именно через личный кабинет. В таких случаях процент не взимается. Это один из способов дополнительной экономии. Относительно состава и структуры самого тарифа, да, Сергей Викторович правильно отметил, что на сегодняшний день уровень износа инженерных систем, как подачи теплоснабжения, водоснабжения, канализационных систем, достаточно изношен и имеет высокий уровень. Ресурсоснабжающая организация, в первую очередь, в летний период, в период сезонных работ, производит работы по замене устаревшего оборудования, по замене старых труппы, все мы с вами, приезжая по улицам города либо районов, видим это, как производится ремонтная работа. И в первую очередь, создается комфортное условие, когда в любую погоду, мороз или не мороз, система работает без перерывов, без аварий, да, то есть, если мы сравнили с вами 90-е годы, то у нас не было такого уровня комфорта, как на сегодняшний день у нас с вами складывается, поэтому мы с вами всегда должны сравнивать, да, если мы с вами в 90-х годах платили одну сумму, а на сегодняшний день уплачиваем, да, больше, но и уровень комфорта мы с вами имеем достаточно более высокий по сравнению с теми годами, с которыми мы с вами сравним. Спасибо, Харин. Вопрос есть? Нет, хотел бы попросить 20 секунд посидеть для перерыва, да, можете поговорить, между собой пообщаться, если не сложно, я сейчас быстро, да. Да. Спасибо. Продолжение следует...